Здравствуйте, дамы и господа. Мария, знаешь же, что мы там? Давайте обсудим наш вопрос. Неадекватность когда к тебе пришла? Нифига себе. Сегодня какой год? 18-й. 2018. Так. Почему? Какие вот факторы повлияли на то, что вы в топе? Когда у тебя приходит клиент и говорит, у меня, например, 15 миллионов рублей. Возьмешься? Пошли в жопу они. А способность допустить, только допустить, по-серьезному, что может быть такой. Это новый опыт. В человечестве такого не было. И я почувствовал, что это всех очень зажигает. И меня как зажигает. Класс. Еще хочешь концепцию? Хочешь. Мы недавно замерили, у меня engagement rate, соотношение лайков к комментариям в инстаграме в 10 раз больше, чем у всех остальных бизнес-блогеров. Делегирование – это подарок. Это когда ты другому человеку даришь возможность сделать что-то очень классное. Всем привет. В эфире авторский подкаст «Быть брендом» и Мария Заренок. Сегодня у меня в гостях Павел Гидельман. Павел – основатель одного из ведущих маркетинговых агентств России RTV. Он поработал с 95 из 100 крупнейших рекламодателей России. И они заказывают у него рекламные маркетинговые стратегии для десятки минимумных рублей. Павел – организатор конференции Social Media Moscow in Performance Marketing Moscow. А также создатель самого крупного в России слэш-моба в честь Дня Победы. Спасибо. Поехали. Павел, привет. Привет. Можно я начну с неадекватности? Давай. Что ты сейчас делаешь? Начнешь бить меня подушкой? Нет, я начну с твоей неадекватности. Потому что когда я… Мне надо начать бить тебе подушкой? Когда я услышала тебя на сцене в Алуште, ты говорил это слово много раз. И ты выводил нас из зоны комфорта. И это реально было для меня инсайтом и зацепило. Потому что многие же стараются наоборот быть адекватными и понятными и так далее. Ну да. А ты как бы пришел… Безопаснее, потому что… Да, безопасно, привычно. А ты взял и поставил нас там задом наперед и что-то к с вами не делал. Это, скажи, это неадекватность, когда к тебе пришла? Ты не пришла, не знаю. Когда пришла ко мне неадекватность. Это, давай так, это всегда прослеживалось? Или был какой-то момент, когда ты понял, что можно просто расслабиться, быть собой и наоборот провоцировать реальность? Да, не знаю. Меня обратно, меня раздражало всегда людей, попытка соответствовать каким-то ожиданиям. Вот, пытаешься подстраивать, и неудобно, чтобы кто-то вроде что-то там подумает, то пошли в жопу они. Ну хорошо, а давай тогда пример из практики твоей. Когда нестандартный подход позволял реально выигрывать. Вот давай конкретно, они думают, быть как все или быть не как все? Позвольте проявить что-то. Ну смотри, очень простая вещь. Например, в постановке цели. Для большинства людей неадекватно поставить цель вырасти в 10 раз. Да? Потому что в их картине мира этого не существовало. Мне тоже ни разу пока не удавалось. Значит ли это, что я не могу себе позволить об этом думать? Значит ли это, что я не могу попробовать хотя бы пофантазировать на этот счет? Хотя бы представить, а что это такое? По-серьезному. Вот неадекватность, она в первую очередь выражается, я называю это моделированием. Моделирование. Понимаешь, что такое моделирование? Когда ты представляешь себе идеальную картинку, к чему ты хочешь прийти. Кстати, знаешь, я недавно услышал подтверждение моей теории. Есть такая концепция ТРИС. Теория решения изобретательских задач. И один из методов, да, это идеальный конечный результат, ИКР. ИКР. И он всегда неадекватный. Ну, например, идеальный конечный результат может быть времени... Сейчас. Телефон есть, телефона нет одновременно. Часы. Да, например. Часы есть и часов нет одновременно. И, например, рождается там концепция, что в коже человека вшит таймер. Таймер, да. И это инструмент, который помогает тебе представить. Я про Apple Watch сказала. Для слушателей, да. Телефон нет, телефона нет одновременно. Потому что на Apple Watch ты все получаешь. Да, да, да. Да, да. И вот эта неадекватность, она не про то, что я сказал, с подушками друг друга бить, да. А способность допустить, только допустить по-серьезному, что может быть такое. И когда ты это допускаешь, вот у меня лично возникает в этот момент огромная страсть и желание, чтобы это произошло. И я вообще не понимаю, как люди живут, когда у них вот нет этого ощущения. Когда они видят будущее, которого пока нет, но очень хочется, чтобы оно произошло. Так хочется его подтянуть. Вот мы сейчас сидим с тобой в офисе. Мы когда-то сидели там в офисе, маленьком, желтом, некрасивом, меньше, чем в мой кабинет, где ты заходила. И это неадекватно за 5 лет, что мы выросли в такую компанию. Но это факт, мне приятно это. Кстати, к вопросу о росте. Ведь смотри, сегодня твое агентство маркетинговое это одно из самых крупнейших независимых агентств. Да. Я даже видела статистику, что из 100 самых крупных рекламодателей, которые сегодня у нас существуют, 95 в твоем портфолио. Ну так или иначе работали. Да. И это сотни миллионов бюджетов. Больше, конечно. Да. И короткий период времени. То есть смотри, много агентств начинается, много агентств они не вырастают из коробочки желтых офисов. То есть вот что бы ты выделил, какие вот факторы повлияли на то, что вы в топе? Ну, что бы повлияло на то, что мы выросли. Да. Я бы такой ответ сказал. Хорошо. На топ влияют разные факторы. Ну, опять же, хорошо. Но вы в рейтингах? В рейтинге там вы топ-3, там вы топ-9, там вы топ-2. Да. Просто рейтинг, он определяется, например, голосование конкурентов или голосование клиентов. Это одна причина. А за счет чего рост, я думаю, что простые вещи. Первое. Мы никогда не соглашались на маленький проект. Я вижу, как компании, агентства соглашаются на маленький проектик. Им же надо потом заниматься. Им же надо потом делать. И они погрязли в 10-15 маленьких проектиков, и все. В момент, когда ты делаешь 10 маленьких проектиков на 300 тысяч, ну, никак туда не влезет еще проект на 5. На 5 миллионов? Да, да, да. Например. А когда ты занимаешься проектом на 5, никак не влезет в проект на 50. И мы всегда, нам удавалось поднимать планку. Вот это вот поднятие планки, это и есть проявление неадекватности? Конечно. Когда тебе приходит клиент и говорит, у меня, например, 15 миллионов рублей. Возьмешься? Вот ответить ему, извините, пожалуйста, мы, к сожалению, работаем от 20. Это адекватно или нет? Ну, в чьей-то картине мира явно нет. Да. Я думаю, что в большинстве. Явно нет сказать, извините, с уважением. Не потому что, ну, просто мы не подходим. Это нормально. Это первое. Второе. Мы не делаем разовый проект. Все агентства вязаны в разовых проектах. Потому что что такое разовый проект? Ты его пока продаешь, ты тратишь свои деньги, тебе за это не платят. Потом ты его делаешь, еле-еле успеваешь быстро как-то там. Потом тебе нужно там отчитаться, рассказать, закрыть все работы. И все. И все, и заново тендер. И такой, и заново ищи проект. Ага. Я ленивый в этом смысле человек. И мы работаем только на годовых контрактах. То есть тендер, годовой контракт, поехали. И вот цифры. То есть если к нам приходит запрос на маленький бюджет или на разовый проект, мы отказываемся. Но вы, наверное, передаете кому-то из дружесок, кому вы доверяете? Ну, это... Или в этом рынке такого нет? Есть, 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 есть. Некоторые компании этим очень много занимаются. Мы делаем это, но это не самая распространенная практика. Делаем, но не очень активно. Слушай, ну, давай так, большинство... Ты знаешь, скажи, почему не делаем? Ну, это можно, но вот мне всегда очень обидно заниматься чем-то, что нельзя повторять многократно. Чем-то, в чем нет огромного потенциала. Понимаешь? Вот вчера такую метафору поймал, тебе понравится. Вот представь, что ты пошла в лес найти землянику, ну, собрать землянюку. Идешь, 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 и в какой-то момент натыкаешься на рощу, где очень много земляники. Как ты себя чувствуешь в этот момент? Вау! Вау! Я думаю, ребята, срочно присылаем всех, все сюда. У тебя сразу появляются идеи, как это масштабировать. Ты говоришь, ребят позовите. Да, да, да. Да? Вначале можно просто ринуться, там, покушать, да? Ты начинаешь думать, за один раз все оприходовать или за несколько раз. Да? Угу. Ты начинаешь там собирать. У тебя совершенно другое ощущение, как ты вышел в большое пространство. Ты понимаешь, что действие, которое ты можешь совершить в этой роще, повторяемо, масштабируемо, разнообразно. Я не понимаю, как можно, едя по лесу, увидев одну ягодку, наклониться и взять ее. Ну, один раз, ладно, можно. Ну, так, что совсем нет, ну, чтобы разнообразить движение. Так. Ну, идти каждый раз и наклоняться за одну ягодку, это бессмысленно. Интересно. Надо наткнуться, надо находить большие рощи и там высаживать десант. И там высаживать десант. Хорошо, ну, вот смотри, путь-то до этого понимания, вот все равно ты же начинал с каких-то небольших контрактов или не было такого, ты же когда-то от них отказался или ты сразу понял, что я буду... Что вот я сейчас от этого откажусь, а у меня же там платежи, затраты и так далее, обязательства какие-то. Это уже точно пришло в руки. Ведь многие, наверное, из-за этого останавливаются и соглашаются на что-то меньшее, стабильное и понятное. Как вот перешагнуть дальше? Мне нужен лайфхак, как вот... Попробовать надо разочек, да, и все. Вот как перед прыжком с парашюта, как себя безопасить, что ты не разобьешься. Да никак, прыгаешь и там на месте приземляйся, проверишь. Заранее подготовил, что парашют вроде есть, инструктор есть, и ладно. Учел максимально возможный фактор вероятности и вперед. Известные вещи, бояться ошибки, это же бессмысленно, все равно ошибешься. Знаешь, как это? Как избежать ошибок? Никак, иди ошибись. Знаешь, забавно, я, кстати, тебя спросила, я сама думаю, я за последнее время очень так трансформирую эту стоимость личной консультации. Да. И это тоже забавный момент, когда ты понимаешь, что у тебя x часов оно расписано, выделено на это дело, и ты поднимаешь значительно. И ты думаешь так, ну, выдыхаешь, потому что тебе оплата больше времени, а потом оно все равно заполняется. Конечно. За эту стоимость. И в принципе это и происходит. Но знаешь, чем прикол? Когда я это делаю, мне не страшно остаться без этого. Ну да. Понимаешь? Ну да. А вот если агентство завязано на заказы, на клиентов, огромная инфраструктура, переход на новый уровень, ты отказываешься от стабильного, вот понятного, вот эти вот там… Так оно стабильное, бывает только падение. Окей, хорошо. А ты в принципе… Я знаю, что до того, как ты создал агентство, ты был в… ну, создал себя, скажем, в нише проведения больших… То есть твоя популярность, ну, скажем, известность тебя, как человека, который создает что-то такое, полезные цены, что можно купить, а пришла, когда ты начал делать вот такие массовые флешмобы. Правильно я понимаю в истории? Ну, точно, это был проект, в котором мне удалось что-то более-менее значимое сделать. Да, до этого я просто листовками тоже раздавал. Ну, опять же, раздавал листовки, потом как-то рос внутри какой-то компания, потом ты сделал вот флешмоб. Вот 9 мая – это была первая вот такая вот отсечка? Нет, была вот следующая вещь. Работая промоутером, в моей жизни появился интернет, и я стал сидеть на всяких форумах. Форумы. Помнишь, форумы такие были популярные? И мне прям нравилось там общаться, что-то делать, просто общаться, да. Мне казалось, что это так круто, я могу написать сообщение, его увидят 50 человек сразу. Это что-то классное. И в какой-то момент на этот форум прибежала какая-то девочка, абсолютно неадекватная, кстати. Флешмоба, флешмоба, мы тут все собираемся, приходите. Я сразу обратил внимание, потому что на форуме тоже складываются какие-то правила общения, там надо представиться, какие-то правила игры. А она пришла, ей было похрен на нас, что сразу начала там. Прикольно, думаю, надо сходить. Пришел, и там собралось человек 30-50. Девочек, тогда это была эмо-культура, все-таки эмо-девочки. И они просто стоят, не знают, что делать. Потому что тот, кто их организовывал, он как-то не подумал, что надо как-то этим всем управлять. То есть это же не только собрать ноги и что-то как-то. Да, я словил мощный инсайд, что люди в интернете, особенно в то время, у них вот это ощущение, что они одновременно могут взаимодействовать с 50 людьми, это новый опыт, в человечестве такого не было. То есть раньше вот так вот общаемся, там 3-4 человека, да? А сегодня вот мы пишем с тобой видео, нам уже кажется нормальным, что его посмотрят там тысячи людей. Тысяча человек, да. А там 10 лет назад, 15 лет назад, это было вообще-то ощущение магии. Ощущение магии. И поскольку у девочек, у этих, так же как у меня, возникло ощущение магии в интернете, у них появилось желание перенести этот опыт в реальную жизнь. Поэтому они пришли на такой флешмоб. Но поскольку это было новое, неизвестно, они не понимали, что делать. И я понял, что что-то там есть, что-то в этой теме есть. Ну и мы начали там баловаться, что-то я там начал пробовать их веселить. И понял, что это всем очень нравится. Ну все, после этого я думал, ну надо что-то сделать. Ну какой-то один попробовал сделать, плохо получился второй. А потом кто-то из ребят сказал, ой, а давайте сделаем такую штуку, dance в метро. Что это такое? Он говорит, то есть этот парень просто смог идею неплохую прикинуть, да. А мне нравилось браться, что-нибудь организовать. И он, а идея простая. Есть такие проезды в метро, когда он над землей выезжает. Над землей, над землей. Идея была простая. Заходим в поезд, садимся, как будто никто никого не знает. А в тот момент, когда поезд выезжает, кто-то включает магнитофон, мы все вскакиваем и начинаем танцевать. Я думал, прикольно, неадекватно, надо попробовать. Мы собрали там не знаю сколько, 30 может человек, 15-20. Провели. И я почувствовал, что это всех очень зажигает. И меня как зажигает. Класс. Потом появилась социальная сеть ВКонтакте. Тогда еще не было ее. И я увидел, что она очень быстро растет. Это было непонятно, что это будет настолько фундаментальный игрок. Но просто какой-то сайт, он растет. Необычно. На главной страничке твоя фотография, а не чужая. Классно. Все что-то там пишут. Я понял, что там можно группу создавать. Группу. И сидел, и искал какую-то идею. Я понял, что идея важна. Тогда я понял, что идея важна. Потому что Дэнс в метро эта идея зажгла людей. Они пришли. А у меня до этого была идея оригами из бумажки. И это тусто было. А потанцевать в метро людям хотелось. Ну, молодежи. Я думаю, что всех зажжет? Что всех зажжет? И пришла идея. Если мы все молодые, нам там лет 18, 20, 15 в основном. И у нас еще появилось новое пространство, интернет. Где мы все общаемся. Новый мир. А меня все... И я думаю, что сделать. А меня все удивляло на один факт. Сегодня какой год? 18. 2018. Так. Почему? Ну, так назвали. Такая метрика. Вот. Это общее принятое правило. Да. Я думаю, блин, как так произошло? Со дня рождения кого? Ну, сам знаешь, кого. И я думаю, нифига себе, вот это человек вообще. Угу. Ну, вроде здесь существует исторический факт, что он родился. Более того, его подтверждение этого факта является то, что мы с тобой каждый год отсчитываем... Годы, да. Да, год от его рождения. Нифига себе. Ты живешь, и ты убеждена, что сегодня 2018-й. Для тебя это нормально. Но это произошло, потому что кто-то когда-то поменял летоисчисление... Как бы запустил летоисчисление. Да, запустил. Нифига себе. Так. Я думаю, вот это большая идея, достаточно неадекватная. Надо запустить новый летоисчленник. Я делаю группу ВКонтакте, которая называется интернет. Ну, может, интернет, новая среда, новая какая-то. Интернет, новый год. Говорю, давайте свой новый год запустим, и все. А потом, что ждать-то? 17 ноября давайте сделаем. 17 ноября, по-моему, 2008-й, я не помню, какой год. В интернет можете посмотреть. Давайте сделаем. И сделал группу. Там ВКонтакте не было лимита на отправке друзьям сообщений. Поэтому все друг друга спамили. Там социальная сеть состояла из того, что все друг друга спамили. Ну, я поспамил друзьям, естественно, сказал, что поспамьте тоже. И поскольку идея зашла, то группа начала набирать. Я там много-много людей. Там что-то 15 тысяч человек в группу вступило. Вот. Тогда это типа уже все, там, топовая группа ВКонтакте и так далее. Ну, все. А поскольку у меня, сколько там, не знаю, 18. Ну, примерно, вот той возраст это. 17 ноября 2000, какой-то там год. А что я там написал? Давайте сделаем свой Новый год. Все встречаемся под курантами, что там, в 4 часа дня. Ну, еле в 5 не было. Потом прихожу туда. Никого нет. Расстройство. Гуляю, гуляю. Думаю, ну, схожу на Манежную площадь. Смотрю, там несколько людей. Я хорошо догадался сказать, чтобы они в шапках пришли новогодних. И смотрю, несколько людей в шапках. Так. Что делать? Подойти спросить. Вы Новый год празднуете, да? Да, да, да. Они говорят, ну, вроде да, вот какое-то что-то. А что делать, они говорят? Кто-то говно, который организовал, говорит, ничего не происходит. Я говорю, ну, давайте это, вот здесь соберемся все вместе сейчас. Вот у нас пятеро уже. Может, другие кто увидит, подойдет. Ну, так вот, шаг за шагом оказалось тысяча человек на Манежной площади. Тысяча человек с шапками? Не-не-не, там, ну, это все быстро происходило. Несколько минут. То есть они увидели, что группа с шапками, и начинают другие подходить. А, и одевать шапки? Ну, да, да. Они как бы, ну, стеснялись шапки достать неадекватно. Уже все. Когда уже тысяча человек в шапках, можно. Это все мы, значит, на Манежной стоим. И я тут вспомнил, что место встречи-то я другое назначил. У курантов. Надо куда-то туда подойти. И вы пошли, шествуем в шапках. Как? Вот ты представь, как ты? Ты стоишь вокруг тебя тысяча человек. Как ты это сделаешь? Все за мной. Да, они слышат тебя, кто ты вообще? Да, ну, такая проблема была. Реальная. Потому что они же не знают, кто я, организатор, неорганизатор. Непонятно. Все в шапках стоят, стоят. Все очень. Я потом думаю, надо как-то внимание привлечь. И нашел парня, у которого был целый костюм Деда Мороза. Одеваем его в Деда Мороза. Все понятно, что он самый главный. Да. И говорю, что за ним передавайте, значит. И там люди нас смотрят. Все, мы идем. И заходим на Красную площадь со стороны Манежной. И сейчас тысяча человек идет в шапках в ноябре. Еще как бы никто не входит. И вот произошло мгновение, которое я не знаю, с чем можно сравнить. На той стороне Красной площади я увидел еще две тысячи человек. При этом это же пример. То есть сзади там еще подгребали люди, там подгребают люди. Идет толпа по Красной площади. Он вытянутый Красной площадь. С той стороны толпа стоит. То есть они тоже как-то там сорганизовались. И вдруг они видят, тоже замечают. Тоже замечают. Естественно, у людей эйфории. 17 ноября, новое летоисчисление. Вообще прекрасно. Естественно, я вообще себя чувствую. И я побежал. Как на войне, как все мальчики в двойнушку смотрели. И толпа людей, которые сзади меня, начинает бежать, естественно, синхронно. Мы такие все навесели. И вот это мгновение, которое я никогда не забуду. Значит, у мавзолея Ленина, что там? Кто там стоит? Ну, охрана. Охрана, да, охрана. Это же, как вы понимаете, несанкционировано все. Ну да, почему? Значит, сейчас я попытаюсь повторить это ощущение. Значит, стоит вот этот милиционер. Вот стоит милиционер, и он понимает, что обычный день. 17 ноября. Толпа каких-то школьников или студентов бежит в шапках, и другая толпа тоже. Это очень много. То есть это не просто 100 на 100, это 1000 на 1000. И я просто понимаю, у него глаза. Я, кстати, узнал, что в актерстве в мастерстве это называется оценка факта. И он, я прям вижу, как он берет рацию такую. Он даже не знает, что сказать, как он это передаст. И тут я просто понимаю, насколько все, что происходит сейчас со мной, со всеми людьми, для него неадекватно. Что ему сказать, вратся? Что? Неожиданно. То есть тогда еще флешмобы были не распространены. То есть тогда неизвестно было, что такое... А тогда человек, который работает, охранник Мавзолея, он вообще не понимает, что интернет, ну какое-то что-то там происходит. Вот. Прикольно. Давай перенесемся в настоящее. Мы с тобой сидим в твоем огромном офисе. Здесь работают более 150 сотрудников. Какая роль твоя сегодня в бизнесе? Я в большей степени сегодня сфокусирован на развитии. То есть я выбираю проекты, в которых я вижу наибольший потенциал. И их реализую. Например. Да. Прошлый год я усиленно работал на одной системе финансового учета. Мы сделали просто революционную вещь. Называется она «Юнит экономика». В компании все руководители и средний менеджмент теперь прозрачно видят всю экономику. Сколько каждый конкретный человек в компании приносит прибыли, расходов. И все это не в реал тайме, но на ежемесячном отчете. Каждый руководитель даже среднего уровня сегодня видит всю статистику прозрачно внутри компании. И как эта статистика влияет на его личный доход. То есть каждая боевая единица какую прибыль приносит? И во сколько обходится? Ну, можно так сказать, да. Прикольно. Но смотри, когда ты говоришь о развитии проектов, сразу в голове почему-то рисуется что-то внешнее. А ты, получается, сфокусирован именно на внутренних процессах? Это пример внутреннего. Это пример, да. Пример внешнего. Вот сейчас 17 октября у нас будет конференция. Это уже пятый год конференции. Я тоже достаточно плотно здесь занимаюсь. Это самые большие... Мы делаем две самые большие конференции в России по маркетингу. Одна называется Performance Marketing Moscow. На нее приезжают основатели и топ-менеджеры международных технологических компаний. Amazon, Google. Эксклюзив тебе хочешь дам? Давай. Еще мы нигде это не анонсировали. К нам в этом году приедет маркетинг-директор UberMira. Один из наших спикеров будет. Вот этим проектом я тоже достаточно плотно занимаюсь. И другая конференция называется Social Media Moscow. Вот мы ее два года уже подряд сделали. На ней выступают в основном селебрити, известные люди, те, кто очень популярен в интернете. Павел Воля, Тина Канделаки, Алексей Воробьев, Жириновский, Тимур Бекмамбетов. И они рассказывают, как они работают с социальными сетями. Потому что они по факту лучше всех понимают, как это работает. Но ты сейчас, кстати, по факту перечислил спикеров, которые, кстати, являются личными брендами, по сути. То есть это не компанийский аккаунт, это человек развивает свой бренд, транслирует ценности. Да. Но мы при этом берем только тех, кто реально в материале. То есть, например, Павел Воля, вообще я прям фанат стал после того, когда мы с ним поработали. Он очень глубоко понимает, что происходит. Он не только оперирует словом LTV, он считает его и понимает, как его сториз влияет на доходы в его проекте «Сила Вольф». И когда выходит человек, который мало того, что это может рассказать с юмором, весело, бодро, артистично, харизматично, но рассказывает про LTV и про сториз в Инстаграме, и про прямые эфиры, и про конверсии, и про цепочки касаний, это очень круто. То есть получается, что, давай на примере Павла, то есть он, по сути, понимает, как этот инструмент конверсит ему вообще полностью. Да, да. И это получается, что он это не делегирует. Потому что сегодня многие... Нет, он разбирается, естественно, это команда делает. А, ну, то есть, да, он понимает... Он разбирается, да, он влияет на это, управляет. Хорошо, вот как раз ты перешел плавно сам к теме про личный бренд. Потому что, опять же, любой спикер на конференции, неважно, он в корпоративной культуре, или там предприниматель, или публичность, это бренд, по сути, человек, личность, которая говорит по тематике своей профессиональной компетенции, плюс еще транслирует какие-то там ценности, миссию и так далее. То есть что-то сверх всех того дает. Давай начнем вот с анализа твоего бренда. Кого? Твоего. Моего? Да, ну, вот твой личный бренд. Вот смотри, когда мы с тобой говорили в закулисье, да, я спросила, зачем тебе YouTube-канал? Друзья, еще один эксклюзивчик, то, что это же еще не... Да, вчера буквально. Вчера, первые 350 подписчиков. Если вы здесь, я вас очень люблю, спасибо вам. Друзья, на самом деле мы разместим обязательно ссылку на YouTube-канал, потому что YouTube-канал разместит ссылку на дружественный YouTube-канал. Вчера запустился YouTube-канал, я спросила тебя, зачем? А ты что ответил? Я, кстати, в первом видео в этом подробно рассказываю. Нет, нам скажи. Скажи то, что ты мне сказал. А, нет, это слава признания. Слава признания, да. Но при этом, да, слава признания, это же все-таки побочный эффект. Нет, для меня конечно. Ох ты. Для меня конечно. Для тебя это важно? Очень, да. Я тоже где-то в том юношеском возрасте, я понял, что это то, что меня мотивирует больше всего. Знаешь, что сейчас круто? Я так благодарна тебе, что ты это сейчас говоришь, потому что очень многие говорят о том, что это, ну, как бы. А ты сейчас говоришь об этом, это же на самом деле круто, понимать, что для тебя важно. А в чем, кстати, вот это для тебя измеряет, это слава, признание? Что это? Наверное, в количестве обратной позитивной связи от людей. А сегодня ты ее получаешь как? Ну, через, через социальную сеть, через комментарии. То есть это вот лайки, комментарии, обратная связь по форумам. Причем у меня, кстати, реально, почему-то комментарии больше индикатор и для меня, и в статистике. Мы недавно замерили, у меня engagement rate, соотношение лайков, комментариев в инстаграме в 10 раз больше, чем у всех остальных бизнес-блогеров. В 10 раз больше, покажу тебе потом статистику. Прикольно. Прям, то есть у меня там тысячи, полторы тысячи лайков и там 400 комментариев. Круто, а как ты это делаешь? Ну, я надеюсь, что просто я что-то полезное напишу. Ну, когда ты говоришь, что я что-то полезное напишу, ты в этот момент не даешь мне никакого рецепта. А все же любят какие-то рецепты, например. Ну, хорошо, как ты определяешь? Ну, смотри, я просто, когда начал вести, например, инстаграм, я понял, что, к сожалению, не смогу обрадовать инстаграм-аудиторию своей красотой, да. Я не являюсь Аполлоном или еще кем-то. Поэтому действовать по правилам инстаграма не получится. Надо действовать неадекватно. Поэтому я стал там писать большие, достаточно посты. Вот такие глубокосмысловые. Ну, те, которые я реально чувствую, переживаю. И просто вот об этом пишу там. Это массивный такой объем. Вот если человек зайдет, пару-тройку прочитает у меня постов, он поймет, о чем я говорю. Да, у тебя все посты, они со смыслом. В них надо вчитываться. Вчитываться. И на них хочется реагировать, поделиться мыслями. Но написать такой пост, это прям, ну, ты сесть, структурировать, пункты поставить и так далее. Как ты находишь до этого время или это как творчество для тебя? Я расскажу алгоритм, как у меня это устроено. Значит, вот я чем-то занимаюсь, в какой-то момент происходит какой-то инсайт. Какое-то открытие, да, какая-то идея. Например, книжку читаю или с человеком интересным общаюсь. И дальше я просто аудио записываю и отправляю это своему копирайтеру, который занимается инстаграмом. Он, соответственно, этот текст, ну, то, что я наговорил, переводит в текст, присылает, ну, там, чуть-чуть редактирует, чтобы оно было более по структуре, обороты более читаемые. Присылает мне, я даю комментарии, так пару раз туда-сюда пинг-понг, и все. Прикольно. То есть, с точки зрения времени производства, у меня на это уходит не так много времени, но зато получается по-настоящему вот то, что прямо сейчас мне интересно. То есть, получается, привычка в моменте просто записать инсайт на аудио и просто передать его человеку, который для тебя это все структурирует. Как лайфхак, да? Да, да. Хорошо. И все-таки к следующему бренду. И здесь, как лайфхак, в чем еще может быть? Кто-то может сказать, ой, где такого найти? Да, скажут. Да, а на самом деле легко, если ты можешь дать полезные мысли. Смотрите, этот человек сегодня получает фактически бесплатное консультирование, менторство и поддержку от меня на постоянной основе. Потому что он первый узнает самое свеженькое, что я могу выдать. Поэтому он в выигрыше в этой ситуации. Но я предполагаю, что он все равно не фрилансер. Ну, и, смотри, не на благотворительных же началах работает. Он зарабатывает на прибыли от Инстаграма. Вау, ты его посадил на показатели от Инстаграма. А прибыль с Инстаграма, это у тебя конвертируется куда у тебя Инстаграм? Там покупают рекламу. Например, ко мне часто приходят конференции, мероприятия бизнесовые. А мы сказали, я вас просто так рекламировать не буду, вот давайте мне билет бесплатный. И я его буду разыгрывать среди читателей. Супер схема. И, соответственно, люди за это платят. Мы разыграем и хорошо и читателям моим, и мне хорошо, и рекламодателю. Потому что он не просто какой-то пост, а реально качественно. И я часть этой прибыли ширю с копирайтером. Прикольно. И он зарабатывает больше, чем обычный копирайтер. Ну да, да, да. То есть, грубо говоря, а у тебя он не занимается тем, что ищет для тебя рекламные контракты? А там сам пишет. То есть, входящий трафик уже есть. Друзья, это ответ на вопрос, да, на чем еще может зарабатывать человек бренд? Элементарно. Реклама, блогерство и так далее. Но в Инстаграме ты, кстати, не так давно. Ну, насколько я помню. Я посмотрю. Я недавно, может, год назад, где-то мелко слышала, что ты еще был там неактивен, да? Ну, наверное, да, посмотрю. Вот. А до этого ты вел все равно активно блог на Фейсбуке. То есть, это много таких вот... Я не относился к ним как к блогу вообще. То есть, там не было никакой системной работы, просто что-то хотелось написать, то написал. Да, но там есть такие прям статьи там с выводами. Ну да, но это тогда, когда просто приходило какое-то озарение. Я его писал. То есть, там тоже не было... Там не было каких-то целей. Где-то приглашенный спикер и так далее. То есть, получается, что ты всегда был публичным. Ну, вот с момента, когда ты начал вести деятельность, ты же в своей среде был известен. В своей среде точно я уделял этому большое внимание. А вот ты почему так решил? Я тебе объясню, почему я спрашиваю. Некоторые люди считают, что достаточно создал компанию, и публичность в среде своей и вообще на внешнем рынке это не принципиаре. Они не делают ничего для этого. Они боятся это делать. Знаешь, что еще есть такая фраза, что деньги любят тишину. Там, если я буду высовываться как владелец. Есть масса агентств, владельцев мы не знаем. Почему ты решил? Ну, смотри. Во-первых, надо разобраться, что такое бренд в целом. Да, давай. Бренд, в моем понимании, это первые три ассоциации, которые возникают, когда ты слышишь это. Например, если я скажу Mercedes, то в среднем ассоциации будут какие? И деловая, сексуальная, спортивная. И они это отрабатывают через что? Они являются партнерами экономического питерского форума, Fashion Week и вот эти AMG Rally. Они вызывают у тебя четко три ассоциации, они жутко. Они именно над этим работают. Поэтому бренд это всегда ассоциативный ряд. Вот, например, эта подушка не является никаким брендом, и наша аудитория, пока мы не обратили на нее внимание, никакой ассоциации с этой подушкой не имеет. Ну, за исключением редких индивидуальных субъективных случаев. У кого такая же? Да, да, да. Или кто дизайнерская? Да. Большинство не обратили на нее внимание. А дальше вызвать ассоциацию с нечто неодушевленным, как компания. Компания – это неодушевленная в этом смысле. Намного сложнее, чем с личностью. Человек по природе своей лучше может запомниться. Поэтому на ранней стадии компании намного проще ее развивать с точки зрения бренда через личность. Когда вот тебя знают, когда ты есть. Я считаю, что это такой, знаешь, своего рода тренинг. Потому что, когда ты что-то делаешь от своего имени, что происходит? Высокая сверхответственность. Я скажу сверхответственность. Но я считаю, что что бы ты ни делал, она, по идее, должна быть. Так и есть. Но, к сожалению, или к счастью для потребителей, когда человек свое имя ставит рядом с этим, он как бы заявляет, да, я отвечаю именем своим. Да, так и есть. И в этот момент, когда ты так себе говоришь и людям, что происходит, то любая обратная связь, ты очень внимательно к ней относишься. Да. И ты к этому, ну, ты через это растешь в том числе. И тебе не все равно, что ты делаешь, что делает твоя компания и так далее. Тебе сложнее продать туфту. Поэтому я считаю, что на первой стадии, да, в начале становления компании – это очень важно. Это очень важно. Но одновременно с этим я считаю, что важно уметь перейти от стадии личного бренда к бренда уровня компании. И это очень непростая задача, даже более сложная. Потому что если у тебя уже есть свой личный бренд, то у тебя эго. И позволить в какой-то момент сказать, что название твоей компании старше твоего. Мне далось года три это. Потому что очень долго мое имя в нашей среде было намного более известнее, чем название компании RTA. Сегодня я предполагаю, что я эту ситуацию точно смогу исправить. Ну, в масштабах своего рынка 100% RTA – это ценность этого имени выше, чем фамилия Гетельма. Кстати, а как ты это делал? Конкретные практические шаги? Меньше себя, больше на компании. Меньше себя, больше на компании. А выводил, может быть, ты выводил каких-то внутренних звезд? Да, да, да. Это другие люди появляются. Это появляются проекты, где нет фразы «я это сделал». Есть фраза «RTA это сделали». Где уже идет общение бренд RTA с аудиторией, а не наоборот. А ты сам осознал важность такого перехода или тебе подсказали? Потому что ты сказал про эго, значит, у тебя была какая-то проработка. Я думаю, что… Я не помню, чтобы был кто-то один, кто мне там сказал «ага, это надо». Более того, я думаю, что есть люди, кто так не считают. Но я понял, что это стало ограничением. Я понял, что компания тогда, если она строится вокруг одного человека, вокруг одного имени, она ограничена его способностями. А этот уровень мне недостаточно. То есть выйти и посмотреть на себя со стороны. Было очень неприятно признать это, что я самый умный, самый красивый, самый яркий, самый привлекающий внимание и так далее. И сделать ситуацию, когда ты наоборот, когда в компании есть люди, которые намного умнее тебя, профессиональнее, компетентнее, в том, чьи известнее. Это очень непросто. И сегодня я не знаю, как это получилось даже, но я так рад, когда я вижу людей, которые у меня в компании, они придумывают лучше, чем я, считают лучше, чем я, делают рекламные компании лучше, чем я, продают лучше, чем я, выступают лучше, чем я. Мне даже неудобно, что я с ними работаю. Я иногда так говорю команде, говорю, спасибо, что разрешаете с вами работать. Вот. И это расширяет способности. Это не значит, что нужно забивать на личный бренд. Но название компании может стать важным. Но опять же, ты говоришь, не забивать на личный бренд, но ты же наоборот в последнее время вышел в пространство Инстаграма. Это еще одна точка для личного бренда. То есть ты как бы новый виток запустил. А это с чем было связано? Это связано с тем, что есть та аудитория, с которой я раньше не работал. То есть если вот та стадия, это я работал с рекламодателями, крупными брендами, то сегодня я вижу сегмент людей, с которыми мне очень интересно. Это малый и средний бизнес. Это так называемые предприниматели. Давай сразу очень разнятся оценки, что есть малый и средний. Это вот как в цифрах ты... У меня до 10 миллиардов. Там, я не знаю, по законодательству, наверное, чуть другие цифры, может быть. До 10 миллиардов. Собственники. Собственники, да, владельцы. В том числе с начинающих. Вот эта вот дистанция от нуля до 10 миллиардов. Вот эти люди мне сегодня очень интересны. Как они думают, чем они живут и так далее. Потому что сегодня мои клиенты как раз наоборот. В основном те, кто сильно больше, конечно. И в основном, наверное, когда мы говорим про корпорации, которые приходят на рынок России, вы общаетесь все-таки с корпоративным сектором. Это топы, которые принимают решения и так далее. А здесь получается массовое... Другие люди, да. Другие люди, абсолютно. А как ты почувствовал, что тебе это интересно? Где был этот переход? Что было толчком? Я думаю, что я почувствовал спрос у этой аудитории на контент. Потому что я даже себя-то не ассоциировал. Я не думал, что я малосредний бизнес. Ну, то есть не классицировался так. Но я работаю с большими компаниями. Вот я чем занимаюсь. А потом я стал замечать, что все больше появляется вокруг людей, которые этим занимаются. У которых тоже есть какой-то бизнесок. У которых тоже есть похожие проблемы, которые я проходил. Похожие переживания. Про личный бренд, про переход с одной стадии на другую. Про привлечение клиентов. По работе с командой, по финансам. Я заметил, что те ошибки, которые я совершал, наоборот, и те достижения, которые получались, они цены. Люди хотят этого. Люди хотят это покупать. Люди хотят за это платить. А у меня просто даже не было интерфейса, чтобы это предложить людям. Эта кульминация как раз является школа. Школа креативного маркетинга, где как раз эти знания укомплектованы так, чтобы люди могли их применять. Это мы говорим про трехступенчатую школу, где первая ступень – это уволить маркетолога. Гениальное название. Реально. Потом ему отзывают. Ты пасас, да? Конечно. Потому что я даже где-то недавно читала статью про то, как понять вообще маркетолог, что он вообще делает и делает ли вообще. И я считаю, что предпринимательный владелец бизнеса не должен слепо делегировать маркетинг. Конечно. Потому что да, ты должен делегировать, но когда ты понимаешь суть и уже ты видишь конкретные показатели, как оценивать эффективность. 100%. Вообще 3 вещи. Я убежден, что 3 вещи самые главные, которые должны всегда быть у предпринимателя, у владельца, у руководителя. Обязательны. У любого руководителя, у любого предпринимателя. 3 вещи. Это маркетинг. Ты должен в нем разбираться. Должен понимать, что хочет твой клиент, что хочет твой потребитель, что ему нужно, что для него важно, какие потребности он закрывает, на что он обращает внимание. Это очень важно. Какие инструменты есть, какие метрики есть, как считать, пришел он к тебе, не пришел, вот этот жизненный цикл, путь клиента. Это первое. Маркетинг. Ты должен быть в этом экспертом. В современном сегодняшнем мире, я не знаю, что ему. Это первое. Это первая компетенция. Вторая компетенция – это все, что связано с командой. Работа с командой внутри, с людьми. Кого брать, кого не брать. Какие задачи давать, какие задачи не давать. С чем человек точно справится, а с чем человек точно не справится. Какая область ближайшего развития у этого человека. Вот ты, например. Я всегда смотрю на человека, у меня вопрос. А вот что ты можешь сегодня сделать, а что-то точно у тебя не получится. А где тебе стоит в ближайшее время поразвиваться? Где есть возможность? Это все же с командой. Как люди друг с другом могут взаимодействовать? Как сделать так, чтобы один тип личности с другим дополнял? А какие эти типы личностей бывают, которые дополняют? А какие не могут друг с другом работать? Вот этой вещью ты должен быть в этом профессионалом, если ты хочешь развивать свой бизнес. И третье – это финансы. Понимать, как они считаются. Это огромная дыра. И вот, то есть, если в маркетинге мало кто понимает, и в командах, в этом это вообще… Ну, то есть, люди даже не понимают, что управление бизнесом по движению денежных средств – это абсолютно неправильно. Если ты сегодня собрал дебиторку, и тебе пришли деньги на счет, это не значит, что у тебя есть деньги. Это, кажется, как бы простая вещь, но наличие денег на счету никак не отвечает на вопрос об успешности твоего бизнеса. Да, потому что потом могут быть долгоиграющие обязательства, которые, собственно говоря, нужно обслуживать. Поэтому учет всегда… Друзья, если вам сейчас чуть-чуть непонятно то, что я говорю, прям напишите себе и прочитайте. Управлять финансами нужно по выполненным обязательствам. Вот, если даже не понятно, что я сказал, просто напишите выполненные обязательства и почитайте, что это такое. Потому что все кассовые разрывы, все проблемы в основном, да, возникают из-за того, что люди неправильно ведут финансы. Вторая популярность причина, что бизнес-модель плохая, но это мы сейчас не обсуждаем. Просто если ты, наверное, правильно считаешь финансы, ты тогда можешь корректировать и бизнес-модель. Круто. А почему ты для этой ниши стал давать пользу именно по теме маркетинга? Ну, во-первых, я считаю, что это первая компетенция. Если ты классно разбираешься в финансах и в команде. Но при этом не умеешь генерить трафик, то, например. Есть вот такая концепция, это прям ядро, ядро. Если у тебя есть команда, офис, бренд, склад, продукт, это расходы. Так. Единственный источник дохода? Клиент. Клиент. Поэтому, если у тебя есть клиент, но нет офиса, склада, производства, у тебя есть бизнес. Если у тебя есть офис, склад, но нет клиента, у тебя расход. Да. Поэтому бизнес начинается с клиента. И заканчивается на клиенте. Начинается и заканчивается на клиенте. Хорошо. И вот здесь важный момент. Ты часто об этом говоришь. давай тоже в этот момент пойдем я у тебя нет отдела продаж компании мы не научились это делать научите меня пожалуйста я чувствую я чувствую что там есть потенциал серьезно но тем не менее вам достаточно входящего маркетинг разве нет получается шутку достаточно конечно нет у нас рынок 224 миллиарда рублей и сегодня на моем рынке нет никого кто занимает даже 10 15 процентов так хорошо недостаточно научите пожалуйста повладеть строение дела продаж давай все-таки рассмотрим исходящий маркетинг и входящий я пока хочу вот на эту модель посмотреть исходящий мы идем за клиентом да не говорим ему там ищем привлекаем там делаем трафик входящий когда он приходит к нам возможными способами я знаю что ты больше любишь вторую модель конечно я считаю что хороший бизнес это у которого стоит очередь из клиентов вот макдональдс в этом смысле прекрасный модель хорошо да и практические лайфхаки тем более ты этому и обучаешь а как для малого бизнеса не что может быть полезным для того чтобы это сделать очень просто вот смотрите сейчас если меня ну давайте я на своем телефоне покажу вот сегодня как бы вот это да пал баланс так называемый вот это баланс да ну то есть если был карандаш я бы мог его удерживать на руке баланс и вот чтобы мячик покатился к тебе что нужно сделать вот с одной стороны я кладу мячик ты здесь а здесь мячик что надо сделать мячика те покатил о меддел ладис баланс да да ведь все надела дисбаланс то мячка и пока что самое с клиентом тебе нужно создать дисбаланс пользы которую ты создаешь для клиента он сам тебе придёт класс при в моем случае например это проведения мероприятия конференции образовательных которые сегодня являются самыми на моей картине мира самыми ценными образовательными мероприятиями в области маркетинга для больших корпоративных клиентов. И мы делаем это для них, люди там получают знания. Это пример. А клиентов вы бесплатно приглашаете? Да. Например, мы выпускаем издание онлайн-журнал, называется «10 фактов для маркетинга директора». Это сегодня, пожалуй, самое читаемое издание про диджитал маркетинг. Это онлайн-рассылка, ты просто ее получаешь и подписываешь. Это контентная вещь. Мы не ставим перед задачей продавать, она не продает, она приносит непоправимую пользу. Да. Вот контент, пример, это создать пользу. Или делать оффер, который ценен, игры, как компьютерные делают. Скачай бесплатно. Знаешь, в App Store есть две вкладки, платные игры и бесплатные. Как ты думаешь, какую долю денег приносит одна и вторая вкладка? Долю денег? Да, вот для Apple. Я думаю, что бесплатные в итоге встроенные покупки. Сколько? В процентах сложно. Я сейчас точную цифру не помню, но там была такая история. Когда появился App Store, все деньги сначала были в платных, прямо там доминирующие. А потом ситуация сначала драматически меняется. Я точную цифру не помню, но сейчас примерно наоборот. 90% денег там. Почему? Потому что модель Freemium работает лучше. Зашел, попробовал, получил пользу, поигрался. Тебе уже понравилось. Я иногда покупаю, я люблю играть в игрушки такие. Немного на это время, к сожалению, трачу, но бывает. И бывает такое, что я уже даже наигрался, но я все равно заплачу, потому что мне понравилось, отблагодарю тех, кто создал эту игру. Понимаешь, да? Да. Да. Это момент, когда ты настолько благодарен тому что ты хочешь заплатить. Вот это вот ощущение, что, блин, так клево, аж купить хочется. Когда ты не чувствуешь, что тебя развели, когда ты не чувствуешь, что тебя как бы накачали, когда ты не чувствуешь, что тебя заставили. А когда ты понимаешь, да, блин, это респектуха. Держи. А как вот в этом процессе может личный бренд работать? Точно так же личный бренд, он, это ассоциация. Если ты создал ассоциацию через то, что ты снялся в порнофильме, то ты, конечно, принес определенную пользу, и, возможно, к тебе придут клиенты, но на ту пользу, которую ты принес. А если ты как личный бренд создал, например, экспертную пользу в какой-то теме, в теме маркетинга, то к тебе придут на тему маркетинга. Ну, опять же, смотри, а что бы ты, если мы говорим конкретно про предприниматель? А если ты принес пользу в теме похудения, контент, тебе придут на тему похудения. Вот смотри, опять же, ты, когда сейчас ведешь блог, у тебя такие темы, ну, они актуальны, проразные. Ты как вообще выделяешь, что все-таки? Или ты просто тестируешь, ты пишешь то, что у тебя внутри? Да, я пишу то, что у меня. То есть не такого, что ты там продумываешь. Ты меня спросил просто, когда интервью, ты спрашивал у меня, есть ли у тебя диалог с аудиторией? Да. Представляешь ли ты, отвечаешь ли ты и так далее? Вот у меня вопрос про твою вот эту новую аудиторию. Да. Потому что мне кажется, что корпоративный заказчик, он тебе уже понятен. И я более чем уверена, что, наверное, первые там тендеры, ситуации, поддерживания отношений тоже это делал. Ну, конечно. Если ты был вовлечен. Из-за этого было сложнее всего делегировать. Да, делегировать, да. Потому что все же хотят тебя, ну, как владельца. Ну, привыкают к этому. Да, привыкают, да. В большей степени. А давай поговорим? Хорошо. Про делегирование. Да, давай. Давай. Потому что это вообще боль. Я скоро пост, кстати, на это что напишу. Это то, что я наговорил, сейчас копирайтер расшифровывает. Вот делегирование. Какая проблема с этим? Почему? Я говорю, как делегировать? Дело все в том, что люди часто ошибаются. Люди думают, что делегирование – это подсовывание говна. Все? Скидывание работы. Так думают? Да. Такое ощущение. Что такое делегировать? Подкинуть что-то. Я сам не хочу, вот говорят, например, выйти из процесса, отдать. И когда ты мыслишь в категории, что делегирование – это скидывание ответственности, это никогда не происходит. Почему? Проблема у людей. Я вроде делегировал, но ничего не делал. Балбес. Бывает такое? У людей, да? А потому что делегирование – это подарок. Делегирование – это подарок. Это когда ты другому человеку даришь возможность сделать что-то очень классное. И поэтому здесь важно понять, а что за тип личности, для которой этот подарок будет подходить? Подарком, да. Потому что, например, попробуйте мне делегировать, ввести Excel-табличку. Это невозможно. На меня можно только это скинуть. А я знаю, кстати, девушку, она у нас обучается, которая в Excel просто нереальный маг. И она там с помощью Excel делает какие-то космические вещи и этому обучает. Да. И она тащит это. Да, да. Поэтому ты упомянула, насколько выйти из этого было сложно. Надо было не выйти, а нужно было понять. Найти того, кто загорится. Все, что перебиваю, прямо отзывается, что ты говоришь. Да. То есть это нужно понять, определить, что это за люди, найти этих людей и сделать им этот подарок. А самому уйти на исследование нового, неведомого, интересного… То, что ты можешь себе делегировать и себе подарить. Да. Себе делегировать, себе подарить. Гениально. Очень классная тема. Ты здесь спрашивала про тексты. Что там было? Не про тексты. Я спрашивала про понимание новой твоей аудитории вот этой. То, что ты говоришь, что я пишу то, что у меня внутри. То есть получается, что ты близок с этой аудиторией очень сильно, потому что так как это вызывает резонанс. Но смотри, я сторонник подхода в личном брендинге. Не создавать себя под какую-то задачу и так далее. Я сторонник конгруентности. Я считаю, что внутри с каждым желанием проявиться как-то, желанием что-то дать в мир, вот именно в этом и надо, собственно, становиться брендом. Отдавать, совершенствовать, становиться мастером. Я думаю, что точно. А по-другому вообще невозможно. Как можешь допустить обратное? Потому что иначе ты будешь играть в какую-то роль, которая тебе не свойственна. И все равно, даже если это будет кому-то незаметно, ты от этого все равно будешь страдать. У тебя не получится выдающийся результат. Согласна. Но знаешь, какой есть тренд, к сожалению? Сейчас становится популярным строить личный бренд. Та-дам! Здравствуйте, дамы и господа. Мария, знаешь же, что мы там? Давайте обсудим наши вопросы. Мелочки. Да-да-да. Но выглядит-то это все не так усиленно, как ты сейчас показал. Успешный успех, мотивационные цитаты, какие-то там показатели. Сейчас много появляется в бизнес. Продолжайте. У девушек даже есть такой тренд. Подожди. У девушек. Тренд при создании личного бренда у девушек. Что вызывает больше лайков? Смотри, на самом деле все самые популярные блогеры сегодня, а им лучше всех удается делать личный бренд, говорят одну и ту же вещь. Сегодня работает настоящесть и искренность. Настоящесть и искренность, то, какое ты есть. Это соответствие мыслей, слов и действий. Соответствие. Когда они сходятся воедино, тогда ты нравишься пользователям, тогда ты нравишься аудитории. Если это не так, люди это все равно чувствуют. И даже если выезжает только за счет порнографии, то это очень короткие отношения. А как быть тем людям? Я с тобой согласна. Я сейчас стою в позиции человека, который типа сопротивляется и возражает, и говорит, смогу ли я, получится ли меня, надо ли мне, или что-то вот такое. Конечно, не получится, сомневаюсь. Тоже с тобой согласна. Но некоторые люди, проживая стадию, многие люди же приходят к тебе даже на уволе с маркетолога, они даже не предполагают, каких результатов они могут достичь при правильном подходе с клиентами. Помнишь, мы сначала с тобой говорили о том, откуда идет основная масса покупок? Самый эффективный канал? Ты можешь быстро сейчас проверить. Возьми свой телефон, зайди в свое банковское приложение своего банка и посмотри историю своих расходов. У меня будут переводы к друзьям всяким. Переводы к друзьям. Окей. Еще? Все равно нормально. Полистай просто. Мобильную связь я не оплачиваю. Не страшно. Полистай. Посмотри. Ну так вот, посмотри, чтобы какая-то история была у тебя. Ты смогла воспринять, потому что ты являешься человеком, который тратит деньги. Да. Соответственно, что такое трата деньги? Ты принимаешь решение о тех или иных расходах. Верно? А теперь скажи мне, вот на основе твоего опыта текущего, на основе какого рекламного канала в основном ты совершаешь свои траты? На основе какого рекомендаций? Нет, неправда. Посмотри внимательно. Вот я смотрю. Перевод, одежда. Посмотри, теперь ответим на вопрос. Деливери Клаб. Давай разберем. Деливери Клаб, например. Мне подруга сказала, что при клинике они... Это понятно. Когда ты предыдущий раз в Деливери Клаб что-то покупал? Ты первый раз, что ли, купила что-то? Нет, это регулярно. Регулярно. Потому что удобно и вкусно. Я понимаю. Регулярно. Скажи, пожалуйста, то есть ты периодически, например, в Деливери Клаб что-то покупаешь? Да. А еще знаешь, почему я покупаю там? Удобно. Нажал тик-тик и купил. И заказал. Отлично. Вот тебе там удобно и ты там покупаешь. Да. Получается, что ты там совершила сколько покупок? Много. Несколько раз в месяц. Несколько раз в месяц совершаешь. И что каждый раз они тебе по какой-то рекламе приводят? Нет. То есть получается, что ты в основном свои расходы совершаешь, потому что ты приходишь не по рекламе? Я совершаю большинство своих расходов, потому что я уже когда-то сказала да и меня все устроило. Пятерочка. Основной рекламный канал это привычка. Да, я с тобой согласна. Мы ходим в одни и те же магазины, мы покупаем у тех самых людей, мы покупаем, есть мобильная связь у того же оператора. Ты записываешь это? Мы платим, например, за квартиру, за аренду платят там или иначе. Мы кушаем в тех же ресторанах, в которые мы ходим. Очень редко, даже если мы открытые к миру, такие все инновационные люди, мы очень редко выбираем новые места, куда бы потратить деньги. Обычно мы тратим деньги туда же. Туда же. Теперь смотри, на что надо брать внимание. Так. Мы понимаем, вот простая статистика, мы делали мини-исследование, и получается, что вот взять все деньги мира, 70-80% этих денег получают те люди, которые продают товары или услуги, которые изначально предусматривают повторные продажи. Да. Но при этом большинство людей, с которыми, может быть, мы с тобой соприкасаемся, наши друзья, предприниматели, мучаются, чтобы что-нибудь продать один раз. Да. И найти клиент. Найти клиент. Да. Фокус. Я хочу сказать, что я это в своей практике, знаешь, как называю? Много маленьких «да» ведут к одному большому «да». То есть, если на каждом участке тебя все устраивает, и ничего критически плохого не случилось, то есть, ты, в принципе, удовлетворен. Даже если там будут обещать гораздо круче, но если тебя, в принципе, это устраивает, то человеку проще остаться. Да. И на этом много что базируется. Они же этого даже просто не знают, они думают, что я не могу иметь такие продажи, а смогу ли я вообще вот на них видеть результаты? О, у этого прирост столько, вот здесь вот получилось столько продаж и так далее. А я вообще смогу? Угу. Я вот сейчас про вот эту категорию людей, у которых смотрят, для них это другой уровень нормы. Они такие, даю тебе, покупая продукт твой, они дают себе право, возможность, что у них это получится. А вот переход вот на этот уровень, я вот сейчас хочу понять, как ты думаешь, когда человек делает там посты, говорит о том, что думает, а это так называемый не заходит. Есть у тебя вещи в твоем бренде, которые ты понимаешь, что они не заходят, например. Бывает такое? Ну, бывает, конечно. И вот как ты вот, а для тебя это важно, например? Что с этим делаешь? Ну, не заходит, потому что сегодня не было в радиусе моей аудитории тех, кому бы зашло, кому бы точно зашло. Недавно я понял, что в Инстаграме намного лучше заходят фотографии на улице. Угу. Чем студии, например? Не, в студии это понятно, вообще никому не интересно. Чем просто, например, в офисе вот так вот сфоткаться. Да? Ну, в таком пространстве. Но я из этого не делаю вывод, что люди неправы. Я задаю себе вопрос, а почему людям это больше нравится? И из этого я понимаю, что это нравится, потому что там свет лучше, например. Да? Я просто на это не обращал внимания. То есть люди правы, а я не прав. Они знают, что лучше. Угу. Я прислушиваюсь. Я говорю, все понятно, надо это корректировать. Да? Ну, это вот такой вопрос, да, какой у вас первый урок выводить с маркетолога? Он посвящен изучению потребностей. Да, да, да. То есть это изучение своей аудитории. Да, да, да. То есть, грубо говоря, когда ты знаешь свою самость, ты понимаешь, о чем ты хочешь говорить, в чем твоя, назовем, это персональная миссия. Кстати, вот ты свою персональную миссию как определяешь сейчас? Не знаю. У меня это сформулировано. Вот именно в таком контексте персональная миссия. Ну, не в красивой фразе, а вот, может быть, та идея, которую ты несешь. Я считала несколько твоих разных идей на разных этапах, видимо, твоего развития. Поэтому я понимаю, что она трансформируется. Ну, смотри, есть несколько больших идей, я бы их так сказал, которые мной сегодня движут, да. Первое, я сделаю 100 тысяч предпринимателей, которые пройдут через мою программу и которые откроют к другому подходу в работе с клиентами, да, с фокусом на его потребности, к партнерству и к открытости, к сотрудничеству друг с другом, да. В коллаборациях очень большой потенциал у нас, в нашей стране, и который научится придумывать нестандартные решения. А в результате получит себе клиентов без вложения в рекламу. Это значит, что у них будет больше денег, чем сейчас. Если у них будет больше денег, чем сейчас, то значит, будет больше рабочих мест, это значит, будет больше качественных товаров и услуг, это будет больше качественных предпринимателей в нашей стране. Вот миссия это или нет, если назвать это миссией, я называю это большая идея, ради которой я работаю. Вторая идея, ради которой я работаю, это вот в моей компании RTA на рекламном рынке есть 5 больших международных холдингов, которые по всему миру существуют. И такие международные компании, например, как Coca-Cola, они проводят тендеры не в России, они проводят, например, в Америке, на весь мир, и есть всего 5 игроков в мире, которые участвуют, могут в принципе, и они конечно все американские, английские, японские одно, а все российские агентства, они в лучшем случае как бы там от лендосиков до там бюджет попили и меня очень будоражит идея сделать первое сетевое агентство, так называется, сетевое глобальное агентство из России, когда мы будем участвовать, будем присутствовать в ключевых странах мира и когда-нибудь выиграем международный тендер Купакова, и это будет из России компания, вот это меня возбуждает. Миссия это или нет, ну это вот, это идея, которая мне очень нравится, большая идея, очень сильно за пределами сегодняшних моих способностей, путь к которым до конца не ясен, неизвестная, да, то есть неадекватная, но то ради чего я вот сегодняшние действия совершаю. То есть все, что я делаю сегодня, оно сообразно этим целям. Я, кстати, одна из тех, которые читала, у меня отозвалась идея про то, что в мире существует много денег, много людей и много идей. Да. Да, и ты их объединяешь. Да, да. Ну можно, да. Создаешь пространство для их объединения. Да, была такая формулировка, да, да. Но она мне до сих пор нравится. Да, и я, кстати, сейчас... Много денег, много идей, много людей, но они все мало друг с другом знакомы. Кстати, и сейчас тоже тема, которая сейчас прозвучала у тебя в коллаборациях. Одним из... Я, так как я проповедник уже темы надворка и партнерства, я тоже, мне очень близка идея, что коллаборируя с кем-то, ты можешь реально без бюджета за счет создания какой-то уникальной пользы расти. Да. Да. Давай вот для того, чтобы укрепить эту идею у тех, кто будет смотреть. Потому что постоянно можно привести много примеров, как объединились. То есть, 1 плюс 1 равно не 2, а 11, 100, 200. Да. Надо просто понять, кто это изобрел. А кто это изобрел? Это изобрела природа, когда придумал мужчину и женщину. Поэтому они коллаборируют, делают просто невероятно. Рождают нового человека. Вот. И надо понять, что это сидит очень глубоко в физиологии нас. Это так и есть. Это работает. Поэтому... А можно взять одна компания плюс одна, она в сумме, может делать то, что они делают. И вот как только вы повзрослеете как предприниматель для того, чтобы почувствовать, что вы можете создавать синергию, то есть новых детей производить фактически, конечно, мир не будет прежним. Ты хочешь, чтобы я какой-то пример еще привел? Да, я бы хотела, чтобы ты проиллюстрировала на своем примере из практики, когда у тебя это срабатывало. Как мы делаем? Да, например. Ну, давай такой, чтобы один покрупнее, другой попросит. Значит, вот конференция по социал-медиа, которую мы делаем, вот когда мы сели в кафе с моими коллегами и придумали, что надо приглашать известных личностей, и они, чтобы своей практикой делились, своей практикой делились. Мы подумали, классное мероприятие, да, оно же посвящено социальным сетям, лидерам мнений внутри социальных сетей. Для кого выгодно, чтобы это мероприятие было? Нам. Еще кому? Нам, потребителям, которые будут смотреть. Еще кому? Им же самим выгодно, потому что они обмениваются аудиторией. Так, еще кому? Брендом коммерческим. Так, еще. Интересно, вот это сейчас клево будет, если додумаешься. Когда я скажу, ты подумаешь, блин, точно. Ну, кому больше всех выгодно, чтобы мы делали конференцию про социальные сети? Представительство сетей. Точно. Да, ВКонтакте, Одноклассники, все. А, и они, поэтому они тебя поддерживают. Да, мы позвонили, сказали, мы сделаем самую большую в России конференцию по социальным сетям, давайте делать вместе. Класс. И они тебе дают трафик. Ну, мы с ним, у нас есть некоторые условия, да, с чем они помогают. Это не финансовые, ни они нам не платят, ни мы им не платим, но мы вместе делаем достаточно хороший проект. Круто. Да, кстати, партнерство, друзья, это не всегда деньги, это как раз-таки, возможно, обмен не деньгами, а именно ресурсами, возможностями, там, контактами. Где-то они спикерам помогают, где-то они клиентов приглашают, где-то они дают чуть-чуть бюджет на то, что мы рекламу покрутили по мероприятию. Прикольно. Вот пример. Да, по локальней. По локальней. Ну, вот последняя, есть такая компания Marriott, называется, это отели. Мы сделали их партнерами наших мероприятий локальных, мы на их площадке проводим мероприятия, соответственно, мы туда приводим премиум аудиторию людей с высокими доходами, да, с авторитетных, из больших компаний на площадке Marriott проводим мероприятия. Все. Они нам дают площадку, а мы их, соответственно, рекламируем как пространство, где собираются… Вот такого качества. Да, очень просто. Все. Для меня в этом смысле тоже экономия, для них бесплатный и качественный трафик себе на площадку. Да, кстати, друзья, вот такой типичный показательный пример, возможно, коллаборации. Это, кстати, возможно, абсолютно на любом уровне, на уровне там коворкинга, мероприятий, ну, событий, мероприятий, да. Да, да. Что еще из последнего? Ну, вот недавно сделал пару выпусков у блогеров на YouTube, там коллаборация была в следующем. Мы делаем выпуск у них, а я даю экспертизу по режиссуре и привлекаю трафик на просмотр. Всем хорошо. А экспертиза по режиссуре, то есть, как бы… Ну, как сделать сценарий, да, да. Так вот, например, у нас с Сережей Косенко, если зайти, второй по популярности ролик на его канале совместно. Там больше 800 тысяч просмотров, а больше только его музыкальный клип. Ну, это… подожди-ка, сейчас вот ты открываешь людям новое пространство вообще реальности. То есть, если сейчас просто говорить о том, что некоторые влоги для того, чтобы реально быть интересными, вкусными, красивыми, они снимаются по сценарию. В смысле по сценарию? Ну, не может быть, конечно. Вот это же сценарий режиссура. Ну, подожди, ну, смотри, это там очень просто. Ты когда снял, ты потом монтируешь. И монтаж может быть по сюжету, а может просто так. Конечно, когда есть сюжетная линия, тебе интересно смотреть, ты хочешь досмотреть до конца. Я вот сейчас не знаю, но там в какой-то период вот этот ролик был тоже там один из самых досматриваемых на канале. Ну, достаточно хорошо получилось, мне понравилось. Круто. Я к тому, что очень многие люди думают, что снимать влог этой серии, просто делать кучу видео, потом его монтировать и ставить. Большая работа, да. Да, и именно поэтому эти влоги, так сказать, они не выстреливают, потому что там нет как раз-таки вот именно этого сценарного хода. Это то, о чем ты говоришь. В том числе. Но я думаю, что в первую очередь они не выстреливают, потому что они думают про себя, а не про зрителя. Себя показать, а не пользу дать, вот то, о чем мы говорили. Хорошо. И один из последних вопросов у тебя в интервью, не в интервью, а в статье про американцев был такой термин «тепловая карта». И ты рассказывал… Градиент. И градиент, а до этого говорили о тепловой карте. То есть фокус внимания в разнице наций. Но ты говорила о том, что в России очень такой распространенный подход, про то, что кто кого знает, какой-то… Связи, да. Свой или не свой и так далее. Да, связи. Как ты думаешь, если говорить сейчас о росте, о масштабировании, что является такой тепловой картой в России сегодня, в лучший момент, на 2018 год? На что бы ты обратил внимание? Это также вот этот основной инструмент, как люди принимают решения, да, свой-чужой, или какие-то есть другие аспекты? Вот для предпринимателя самый такой фокус внимания сегодня? Ну, я думаю, что все-таки кайфовать от того, чем ты занимаешься. Мне почему-то так кажется. Потому что те, кто делают… И видно, что у них трение, потому что они это делают не в удовольствии, все равно мешает. А когда человек кайфует от происходящего… Что такое кайфует от происходящего? Я управляю своей жизнью через календарь, Google календарь. Если там заходишь, у меня там пум-пум-пум-пум-пум-пум, там 8-9 встреч в течение дня. Я очень просто смотрю, и вот я вижу, если эти 9 встреч классные, я понимаю, что в них будет драйвово, да, то это значит, я правильно что-то делаю. Бывает такое, что, ну, не очень так сложились обстоятельства, да, вот, не получилось мне сделать график мой такой, чтобы он был кайфовый. Ну, потом и чувствовать себя будешь так же. Вот, потому что вот я верю в следующую вещь, что роботы, роботы, алгоритмы, технологии, они настолько много забирают сегодня у человека. Ты, например, на машине ездишь. Угу. Вот для тебя может быть откровением, но давно ты уже не выбираешь, куда поворачивать. За тебя это решает Яндекс.Навигатор. Да, да, да. Правда. Ты умный же человек вроде, да? Неужели ты настолько, что даже уже не выбираешь, куда поворачивать? Понимаешь, да? Ну, предполагается, что мы делегировали простроение оптимального маршрута. Точно, да. Да. Вот. И мы уже не замечаем это. Нам кажется нормальным, что робот определяет, куда мы поворачиваем, куда мы едем, по какому маршруту. Он определяет, как быстрее дойти туда, куда нам надо. Это точно. Но при этом он может тебя повернуть на другую улицу, и ты поедешь. Да. Я ему в этом всегда доверяюсь. Да. Я, правда, иногда с ним спорю. И иногда, кстати, я оказываюсь правой. Бывает, да. Иногда нет. Позволяешь себе немножечко… Внести немножечко эксперимента в ваше взаимоотношение. В автомобильные будни, да. Да, да. Но в целом все-таки тупо слушаешься. А в таком виде, если сформулировать это 100 лет назад, звучало бы странно. Робот за тебя решает, куда ты повернешь. Угу. И вот эта граница того, где роботы за нас выполняют работу, она будет все больше, 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 больше стираться. Угу. И там через 50 лет вообще уже неизвестно. Может быть, есть футуристы, которые говорят, что мы вот так будем лежать. Он будет просто подносить. Есть же гипотеза, что вот такое интервью наше с тобой, да. Мы сидим дома на самом деле там в тапочках, а на самом деле вот или взошли… Да, роботы. И вот мы сидим разговариваем с эффектом присутствия и снимается еще все это. В среднем возникает вопрос. А что останется нам? Точно. Точно. Вот у меня такой кайф. Да. О, абсолютно верно. Ощущения, чувства, эмоции, переживания. Вот что останется. Получается тогда вот в самом будущем, да, наша задача как человеку научиться эффективнее всего работать с этим органом. Угу. Потому что на какой-то стадии мы учились руками работать, коробки складывали на заводах. Теперь практически люди руками уже… Вот сколько ты знаешь людей, кто руками работают? Ну, только если мастера, которые… Ну, вот прям, да, и то они вот просто вот им, так сказать… Ну, художники, гончары, ну, именно мастера. У тебя много друзей художников-гончаров? Нет, нет, нет. Немного, но они же есть. То есть, есть. Ну, то есть, в процентном соотношении людей, которые занимаются ручной работой, практически мало. Мы все сегодня занимаемся интеллектуально. Но сегодня компьютер уже научился принимать решения, потому что только интеллектуально работает. Ну, то принимаете решения, да. Анализировать ситуацию и говорить, на основе этой ситуации лучше решение вот это. Но это как навигатор делает. А теперь это уже делает навигатор. И все больше и больше роботы будут принимать решения лучше, чем мы. В конечном итоге что нам останется? Нам останется чувствовать, радоваться, расстраиваться, эмоционировать, да, и жить через свои эмоции и ощущения. А ты к чему говорим? Какой у тебя был вопрос? Это про тепловую зону, про фокус. А, да, вот, про фокус. Все, соответственно, значит, если мы понимаем, что наше будущее, человечество, оно в ощущениях, эмоциях, да, и радости, то, значит, на это надо тренировать. Тренировать, жить в своем потоке, чувствовать, от чего ты кайфуешь, что же тебе приносит радость. Слушай, а вот у меня вот есть ответ персональный на этот вопрос. Меня недавно об этом спрашивали, мне интересно, что ты думаешь. А вот что делать с теми процессами, задачами, которые как бы надо, и ты делаешь через волю? Ну, у меня практически таких сейчас уже нет. Я их либо нахожу, как ты сказал, человека, которому это будет в радость, либо автоматизирую, либо стараюсь сделать один раз, и все. Для меня, например, это процесс создания, оформления документов, какие-то визы или еще что-то. Я это делегирую специалистам. Ну, да. Я их либо нахожу, но зато все отдали и они все сделали. Ну, это вот как мой пример, но у тебя в жизни нет таких, когда надо? Ну, смотри. Вот, например, в какой-то момент мне надо было разобраться в финансах. Вот. Да? Вот, например, для меня это вот прямо… Я это… я буду искать и не буду. У меня есть финансовый этот эксперт. Да, да. Он приходит и наводит порядок, делает баланс, говорит, вот у нас такой вот прирост… Та-та-та-та-та. И считает дешборд. Ну, вот… Это, с одной стороны, правильно. А с другой стороны, я уже поняла. А с другой стороны, тоже там есть ошибочки, да. Потому что он там что-нибудь насчитает. Поэтому я задаю себе, когда возникает такая задача, когда как бы не хочется, но надо, я задаю себе вопрос, а я не хочу ее почему? Потому что я не вижу в ней никакого потенциала, потому что я не вижу в ней перспектив, потому что я не способен интерпретировать эту задачу как полезную для меня в многократном повторении. Да? Вот как я сказал, если это разовая вещь, надо опуститься клубничку взять – бессмысленно, но если я вижу, что там есть что-то, я способен увидеть в этой задаче нечто, что будет приносить мне долгосрочную пользу на протяжении всей жизни, то я возьму и разберусь. И вот в этом смысле финансы для меня был такой пример. В какой-то момент я понял, что у меня уже сотня миллионов оборота, а я до сих пор толком не понимаю, чем отличается акт от счет фактуры или, например, когда я столкнулся с международной системой финансовой отчетности. Так случилось, что у меня на 27% появился акционер международный холдинг, и мне нужно было с ним взаимодействовать. Мне очень не хотелось этого, но потом я понял, что, может быть, все-таки стоит разобраться. и сегодня я понимаю, что я прошел определенную дистанцию, я не буду никогда большим экспертом в этой части, но наладить управленческий учет на уровне смысла, на уровне структуры я точно смогу, и не хуже, чем большинство финансовых директоров, а скорее даже лучше, потому что они мыслят со стороны финансов, да, или, не дай бог еще, со стороны бухучета, а надо понимать, в чем разница. Потому что если у вас учет финансов ведет бухгалтер, то у вас есть ошибка какая? В общем, важно понимать, я ответь сейчас, потому что бухгалтер работает с бухгалтерией, а бухгалтерия занимается тем, что создает отчетность государству, она, в первую очередь, создает отчетность, которая нужна государству. Отчетность, которая нужна тебе это отч又т�сть, которая нужна тебе. Потому что решение, которое принимает государство, это достаточно ли ты заплатил налогов, а решение, которое ты принимаешь нанять сотрудника или уволить — государство наплевает на это. Если твой управленческий учет финансов построен на идеологии государства по стандартам РСБУ, российского систем бухгалтерского учета, то ты никаких бизнес-решений принять не можешь. Понимаешь, о чем ты? Да, да, 100%. Потому что ты понимаешь, нужно новый продукт вводить – не нужно. Нужно расширять. Закрывать – не закрывать, да. Закрывать – не открывать, да. А там вся система заточена исключительно на налоги. Просто отчитаться, да. Да. И тебе надо понимать, чем отличается бухгалтерский учет, финансовый учет, управленческий учет и как они делаются. Понимаешь? И это важно. Ну, потому что ты через это можешь что? Зачем это нужно? Я понял, что через это я могу анализировать объективную картину, происходящую в карпане. Объективную картину. Потому что объективная, она вся остается на цифрах. Да? Субъективная. Это я так думаю. Ощущение, вау, круто. Да, да. И на них тоже нужно уметь смотреть. Но есть и объективные – цифры. Если я не умею читать цифры, смотреть, понять, какую цифру мне сегодня нужно посмотреть. Например, очень многие удивляются, что увеличив маржинальность бизнеса на 2%, вся маржинальность всего чистой прибыли бизнеса может вырасти в 2%. Грязную прибыль увеличишь на 2%, а чистая в 2%. Может такое быть. Да, такое может быть. Если расходная часть, ну да. Она… Если ты за счет этих же ресурсов будешь делать эту прибыль. Да. Или, например, если у тебя отток клиентов уменьшится на 5%, то в цикле нескольких лет компания тоже кратно растет. Угу. И когда ты понимаешь, эти показатели отцифрованы, ты понимаешь, блин, вот над чем надо работать. Так, это просто аналитика. И я понял, что финансы – это не бумажки какие-то, которые кто-то кому-то носит. Это аналитический инструмент. Как если у тебя есть сайт, и ты заходишь в Google Analytics, и тебе очень важно понять, есть там конверсия или нет. Но ты можешь закрыться и сказать, что это айтишники делают. Угу. Ну, есть кто-то, кто так думал. Или, например, на YouTube. Какой самый главный показатель на YouTube? Удержание. Удержание. До того, пока ты узнал о том, что показатели есть, ты на что смотришь? На просмотры, на лайки, на комментарии. На просмотры. Действуешь достаточно поверхностно. Так и в бизнесе есть метрики, на которые можно смотреть. Угу. Да. И когда ты научаешься работать… Вот пример выгоды, которую я получил, сказав себе, пойду и сделаю. Но я четко понимал, что я должен разобраться в аналитике бизнеса. Я разбираюсь в финансах, изучал то, как… В мире уже все это изучено. Я не придумывал ничего, да? Здесь мне не надо было. Но когда я изучил более-менее, я позволил себе действовать неадекватно. И придумал систему юнит-экономики. Да. Круто. То есть изучил кубики и снял играть в свою игру, по сути. Да, да, да. Круто. Знаешь, вот эта тема, которую ты сейчас описывал, для меня это как раз-таки зона моего дискомфорта, в том смысле, что это то, чего мне вот что надо, но не охота погружаться. А вот ты сейчас так рассказал, и я совершенно по-другому смотрю на это. Может быть стоит уже, да? Я реально, ты рассказываешь, и это действительно звучит вот на «я вижу, зачем». Да. А вот это и проблема. В этой проблеме и возможно. Пока ты не видишь, зачем, ты не можешь решиться. Поэтому вот ты спросила, есть ли перед тобой стоит задача, которой не хочется. Да. Та, которая не дает тебе вот этого кайфа удовлетворения, как-то. Ты задаешь вопрос, есть ли, зачем это нужно. Угу. Еще хочешь концепцию? Хочешь. И если по-честному посмотреть, то все, что мы делаем, это скучная, монотонная работа. Сейчас объясню это. Давай. Например, человек, который занимается дизайном и рисует сайт. В секунду, в конкретную секунду он что делает? Двигает плашечки. Это уже масштабное действие. Он нажимает на клавиатуре кнопку. Ну, да. Да. Или на мышке. Может, например, кликнуть на иконку. Очень тупое действие. Попробуй увидеть, какой он будет человек, с утра даетесь разниматься кликанем на иконки. Насколько это будет интересно хоть кому-то? У меня спросили, а что за иконки? Ну, да. Теперь мы к чему, например, финансовый директор чем занимается? Если спустить до уровня конкретных действий. Складывает, вычитает. Да. Вбивает циферки в табличку. Еще более примитивней. Даже вот вбивает циферки этой яченицы, он тоже нажимает на кнопки, опять же, да? Угу. Но если чуть-чуть менее примитивный, он ячейки новые создает в эксельчике. Можешь найти человека, которому будет интересно заниматься созданием новых ячеек? Угу. Вот, например, оператор и монтаж, а что он делает? То же самое. Понимаешь, да? Или курьер что делает? Передвигает просто ногами. Можно найти людей, которым просто это нравится бесконечно? Нет. Нет. Передвигает ногами можно найти. Ну, наверное, как-то. Бегуны на длинные дистанции там. Да, да. Вот. Или, да. Но в чем идея, о которой я говорю? Все, что мы делаем, это тупые, простые и скучные действия. Но они становятся интересными когда? Когда мы видим либо конечный результат понимаем свой, либо мы в процессе двигаемся, растем, сравниваем какие-то свои показатели, видим динамику. Когда мы видим смысл, зачем мы это делаем. Да. Когда мы понимаем, что мы сейчас нажимаем на клавишу для того, чтобы сделать красивый сайт. И мы себя мотивируем вот этим ценным конечным продуктом. То есть смыслом, ради которого мы делаем тупые действия. Потому что в секунду невозможно создать что-то, что можно. Даже говорение – это просто говорение. Но мы вкладываем в этот смысл. Мы сейчас как бы тупо произносим буквы, шевелим губами. Да? Но по факту мы видим в этом смысл, что мы создаем контент, который, надеемся, будет кому-то полезен и ценен. И кто-то потом напишет комментарий и скажет, блин, я там что-то понял, открыл для себя, жизнь изменилась и так далее. А по факту мы шевелим губами. Это я к чему веду? Что нужно четко понимать, что реальность состоит из тупых действий. Все действия простые и абсолютно бессмысленные. Но мы в них стараемся вложить какой-то смысл. И это относится в том числе и к делегированию, и в том числе к собственной занятости. Потому что если ты в каком-то действии не можешь найти смысл, зачем ты это делаешь, зачем ты вообще, тогда не надо. Тогда вообще это дело не надо. Или надо найти смысл. И то же самое для людей, когда с другими людьми работаешь, и хочешь, чтобы они что-то сделали. Вот как меняется задача, когда ты человеку говоришь, отнеси документы. Или ты говоришь, в этих документах, например, кроется договор, который повлияет на рост нашей компании в 10 раз. И я тебе доверяю его в целостности и сохранности донести в течение часа. Сразу вместе. Сразу появляется ответ на то, зачем. Поэтому надо признать, что все, что мы делаем, это мелкие, абсолютно ненужные действия. Например, оператор туда-сюда ходит. Вот так вот скажи, человек, туда-сюда ходи. Ну, дебил же. Но он понимает, что он это делает, потому что он на выходе подбирает разные ракурсы, подбирает разные картинки, и он понимает, к чему это потом будет приводить. Паша, у нас есть традиция дарить подарки. Хорошо. Друзья, это второй дубль, мы уже отрепетировали. Да-да-да. Поэтому я знаю, что сейчас вас ждет. И я знаю, что многим из вас, учитывая охваты нашей географии и стран, видимо, придется кому-то покупать билет. Если выиграете вы, я на вашем месте, вы покупали билеты, прилетали в Москву для этого. Я ненавижу обманывать людей. Поэтому мы уже все отрепетировали, ты уже все знаешь. Я знаю. Я скажу? Да. Друзья, как вам идея прокатиться с Павлом на суперсовременной Tesla что-то там? Model X. Tesla Model X целый час в Москве с разбором вашей конкретной ситуации в бизнесе с точки зрения маркетинга. Вот я, например, специально для того, чтобы поучаствовать в конкурсе в этом, я специально отпишусь от Павла и потом подпишусь и напишу его. А аффилированные участники и аффилированные люди не могут участвовать. Почему? Я сделаю все правила. Я выполню все условия. Какие условия? Условие номер один. Этот ролик на YouTube нужно лайкнуть. Второе. Прокомментировать, написать ваш главный инсайт. Третье. Подписаться на Павла. Вам нужно будет написать в Директ, мы опять все отрепетировали и поспорили немного даже, но тем не менее, в Директ Павлу вам нужно написать «Я тебя люблю». Да. И тот, кто выполнил эти три условия рандомайзингом на YouTube, мы проверим все подписки, мы проверим все волшебные слова, мы выберем победителя и потом найдем его в Инстаграме. Поэтому в вашем комментарии обязательно укажите ваш Инстаграм, чтобы вы могли проверить, что именно вы в Директе написали «Я тебя люблю», Павлу. Блин, класс вообще. Будет хороший день. Я вас тоже очень люблю, друзья. Сразу вот я буду отвечать так же, что я вас... У меня там ответ быстрый, сердечко. Я прям всем сердечком напишу. Супер, супер. Павел, благодарю тебя. Спасибо большое, что приехали. Друзья, сюда, куда можно обращаться? Есть один секрет, он настоящий. С ним сложно поспорить. Каждый из нас, и ты в том числе, ты являешься следствием природы. А она, как известно, совершенна. Поэтому то, что ты сейчас живой, можно тебя потрогать, ты смотришь сюда сейчас на меня, ты можешь вдохнуть. Это значит, что ты живешь. Это значит, что ты часть природы. Это значит, что ты реально само совершенство. Поэтому я желаю тебе реализовать все свои мечты и воплотить вот это совершенство, которое сидит в каждом из нас, потому что такая у вас природа. Спасибо большое, что вы были здесь. Подписывайтесь на канал Азаренко Про. Да? Так он называется? Да, Азаренок Про, да. Да. Азаренок, да? Да, Азаренок. Короче, я из Братска, поэтому я могу так себе позволить. Спасибо вам большое. Ставьте лайки, подписывайтесь, ставьте колокольчик. Пока. Счастливо и будьте брендами. Пока.